Это моя страна Франция с Артуром Привет, меня зовут Артур, мне 12 лет и я живу в Париже, столице Франции Следуйте за мной, я провожу вас за город Это не очень далеко, всего 15 минут на машине По воскресеньям мне очень нравится путешествовать, выезжать на природу, рассматривать маленькие деревеньки Они так отличаются от Парижа Во Франции все любят природу Из 65 миллионов жителей, трое из четырех живут в городе Поэтому время от времени нам нужно выбираться на природу Я со своими родителями очень люблю гулять в лесу Мы часто ездим на фермы По выходным некоторые фермы открыты для посетителей и детям это очень нравится Мы завершаем наш день путешествием в очень красивый замок Замок Бритей Здесь сады во французском стиле и декоративные пруды Замок построили в 1604 году и с тех пор он принадлежит все той же семье Это большая редкость в наши дни Мы снова в Париже, где нас ожидает Эйфелева башня Каждый год здесь бывает 5 миллионов человек Туристы – важный источник дохода для нашей страны Франция – самая посещаемая страна в мире В основных туристических местах информация пишется на нескольких языках Случалось, что у туристов возникали трудности в общении В прошлом французы не очень хорошо знали иностранные языки Но теперь мы сильно продвинулись вперед Я бы хотел подняться, но мне нужно кое-что купить и встретить маму Несколько месяцев назад родители разрешили мне ездить в метро одному Это очень удобный вид транспорта А вы знаете, что метро в Мехико и Москве строили французские компании? Привет, друзья! Они немного погуляют со мной Замечательно! Мне будет не так одиноко Во Франции все гордятся транспортной системой У нас есть знаменитый скоростной поезд ТЖВ А еще мы строим все виды самолетов и ракет У нас есть стартовая площадка в Куру во французской Гвиане Мы на месте Наша цель – Елисейские поля Это очень знаменитое место Говорят, что это самая красивая улица в мире Она привлекает множество посетителей И здесь есть все – кинотеатры, рестораны, большие магазины Но мы просто погуляем среди прохожих А еще есть выставка автомобилей Так как у нас есть немного времени, то зайдем, чтобы взглянуть Это прототипы Они никогда не будут продаваться, но могут заставить вас мечтать Французские машины продаются во всей Европе И еще в нескольких странах мира Возможно, однажды у меня будет такая же прекрасная машина, как эта А пока я жду, я куплю себе маленький подарок Так как Франция – часть Европейского Союза и еврозоны Наша валюта теперь евро Я думаю, что теперь очень удобно путешествовать почти по всей Европе И не менять деньги Взрослые считают, что это сложно И до сих пор считают в нашей старой валюте В Франках Мне пора расставаться с друзьями Мне нужно зайти в магазин До встречи с мамой Я сделаю маленький обход по авеню Монтейн Я не часто захожу сюда Это территория дизайнеров высокой моды Я проезжаю мимо и восхищаюсь витринами Несмотря на конкуренцию со стороны Нью-Йорка или Милана Париж по-прежнему остается столицей моды и роскоши Надеюсь, мне удастся найти что-нибудь милое для мамы В этом чудесном бутике Спорим, ей понравится этот брелок для ключей Ее любимого цвета Надеюсь, ей понравится Я встречаюсь с мамой в кафе Кафе очень популярны в Париже Каждый заходит посидеть за столиком в кафе в течение дня Отлично! Книга, которую просил купить учитель Это Франция и Париж Ее столица Наша страна окружена морями и океаном Наверное, они влияют на климат нашей страны Он не слишком жаркий и не слишком морозный У нас четыре сезона Пора вручить маме сюрприз А сейчас нам надо идти Мы оплатили счет и свободны Не надо забывать про чаевые Это очень важно во Франции Особенно, если вас хорошо обслужили Синий, белый и красный Это наш флаг Три этих цвета были выбраны Во время Французской революции Синий и красный цвета города Парижа Белый символ королевской власти Потому что до революции Франции правил король Сегодня эта республика Это Елисейский дворец Самое охраняемое здание в стране Так и должно быть Ведь здесь живет и работает глава нашего государства Президент республики Его избирают каждые пять лет Уже поздно Пора садиться в автобус и ехать домой Мне нравится маршрут этого автобуса Мы проедем мимо Лувра Который раньше был резиденцией французских королей Стеклянную пирамиду построили в 80-х Во дворце сейчас находится замечательный музей Там есть знаменитые картины Такие как Мона Лиза Леонардо да Винчи В субботу утром мы ходим на рынок Это настоящая французская традиция Сначала мы купим хлеб Точнее багет Во Франции багет едят со всеми блюдами Напротив булочных и пекарен Зачастую можно увидеть очередь За день пекарь выпекает несколько партий Мы всегда ждем последнюю партию к нашему обеду А еще мне нравятся маленькие шоколадные рулеты Булочки с шоколадом Они такие вкусные Французы любят хорошо поесть Особенно если это свежеприготовленные блюда Но сначала я зайду в цветочный магазин Купить букетик тюльпанов для мамы Я знаю, ей будет очень приятно На рынке очень широкий выбор Во Франции хорошо развито сельское хозяйство Моя страна лидирует в Европе в этой области Сыр! Я знал, что найду свою маму здесь Точно! Генерал Деголь, освободивший Францию от захватчиков В 1945-м говорил Как можно управлять страной, в которой свыше 500 сортов сыра Камамбер, голубой сыр, кантэ, сыр из козьего и коровьего молока Сыры на любой вкус Мой любимый том де сывоа Он не слишком твердый и не слишком выдержан То, что нужно Последняя остановка – винная лавка Вообще-то дети не пьют вино Но даже теперь, когда французы стали меньше пить Виноградарство все еще остается французской традицией Наше вино продается во всем мире Несмотря на множество конкурентов Особенно из Калифорнии и Южной Америки Французское вино по-прежнему очень высоко ценится После обеда мы идем на прогулку Сегодня мы отправимся в Нотр-Дам-де-Пари Там происходят приключения Квазимуду и Эсмеральды Из знаменитого романа Виктора Гюго Этот католический собор построен в готическом стиле Католицизм – основная религия во Франции Горгульи просто удивительные Вообще-то эти устрашающие скульптуры на самом деле Водосточная желоба Собор был построен в 12 веке Он сильно пострадал во время революции Это неф – центральный свод Он очень-очень высокий И хотя мы не исповедуем католицизм Как большинство французов Мы восхищаемся архитектурой собора Рядом с собором на берегу Сены Можно увидеть букинистические развалы Здесь можно найти старинные книги и старые открытки Благодаря этим маленьким уличным магазинам Наша любовь к книгам не должна исчезнуть Мы завершаем нашу прогулку возле Бастилии Символа французской революции Бастилия была тюрьмой, где содержались преступники и противники короля С взятия Бастилии 14 июля 1789 года и началась революция И этот день стал нашим национальным праздником Эй, мы не должны забывать про наш багет к обеду Продюсеры Оливер Бремон, Паскаль Бретон, Жаклин Бушар и Николя Мироля Автор сценария и режиссер Надин Дешанвалон Оператор Жан-Батист Жиртофе Композитор Жан-Мишель Бернард Фильм озвучен по заказу ЗАО Первый канал Всемирная сеть